Спонсор показа – салон меха и кожи Альберто Фабиани. Королевство мягкой роскоши. Всем привет в заключительном выпуске дневников. Спектакль «Сублимация любви» стал призером фестиваля. Армен Джигарханян признался зрителям, от какого комплекса страдал много лет. «Сублимация любви» – спектакль призера «Амурской осени». Это легкая и веселая постановка, в которой прекрасно сыграли Марат Башаров, Ирина Медведева, Владимир Стержаков. Чайков? Фу, кофе. Чайковский? Я люблю вас. Антра! Сюжет комедии итальянского драматурга Альдо де Бенедетти незамысловат. Пожилой депутат итальянского парламента влюбляется в молоденькую журналистку. И чтобы завоевать ее расположение, выдает за свои пьесы молодого, но бедного талантливого драматурга. Думая, что его обман удался, он не замечает, что обманывают его самого. Классическая комедия положений в постановке Алексея Кирюшенко завоевала не только симпатии зрителей, но и высокую оценку жюри. Благовещенск посетил народный артист СССР Армен Джигарханян. В зал областной филармонии встречал артиста стоя. Увидеть известного земляка пришли представители армянской диаспоры с семьями. Имя Армена Джигарханяна занесено в Книгу рекордов Гиннеса за более чем 250 ролей в кино и театре. Вести диалог с артистом помогала ведущая канала «Культура» Нара Ширалиева. Армен Борисович опроверг информацию о том, что живет на две страны – Россию и США. Про Америку артист добавил, что не считает ее нашим врагом, а свою родину Армению любит, но по ней не скучает. 60 лет я живу в Москве. Фамилию не меняю. Смотри, какая у меня страшная фамилия. Джигарханян. Никто толком не может выгнать. Звоню в Ереван, и я мечтаю поехать в Ереван на гастроли с театром. Народный артист много говорил о жизни и ситуации в стране. Армен периодически задавался шекспировским вопросом, быть или не быть. Философствовал, что у каждого в жизни должен быть свой Ниагарский водопад, хотя бы в фигуральном смысле. Ниагарский водопад – самое зрелищное воспоминание Армена Джигарханяна. Свою жизнь он сравнил именно с эффектным потоком. Также народный артист признался, что долгое время комплексовал по поводу своего маленького роста и короткой шеи. Вспоминать о своих известных ролях Армену Борисовичу, похоже, не слишком хотелось. Может быть, поэтому позже некоторые зрители покинули зал. Сейчас Армен Борисович ищет укромное место, где можно спрятаться от страшного, по его словам, юбилея. 3 октября Джигарханяну исполнится 80 лет. В Благовещенск Армен Джигарханян привез и спектакль своего театра «Нетелефонный разговор». В этом году киноверсия «Это любовные истории» отмечает юбилей. 30 лет назад вышел фильм «Ольга Сергеевна» по произведению Эдварда Родзинского. Ребят, будете петь, а? Вырубаешь, давай, не пейте. Из телефонной трубки периодически звучал голос Армена Джигарханяна. В 1975 году именно он снимался в главной роли. Замуж-то вы собираетесь выходить в ближайшее время? Ну, вообще вряд ли. Спектакль рассказывает о судьбе ученого Ольги Сергеевны. Всю жизнь перед ней стоит выбор – работа или любовь. Но и над настоящим чувством время оказывается властно. Украсила спектакль музыка Микаэла Тривердиева. Самым зрелищным и экстравагантным спектаклем «Амурской осени» стал заговор по-английски режиссера Сергея Алдонина. Спектакль вызвал много споров еще в антракте. Классическую постановку по пьесе «Эжена Скриба. Стакан воды» многие представляли себе по-другому. Ожидания консерваторов не оправдались. Это стало понятно по первому появлению на сцене лорда Баленброка в исполнении Сергея Алдонина. «Для того, чтобы вручить ей дипломатическую ноту, он вынужден привлекать к хитростям и интригам. Можно подумать, что речь идет о любовном послании. А? А? Что такое? Бедный маркиз де Торси». Ироничный герой Алдонина слишком современно шутил, дамы вели себя отнюдь не по правилам начала 18 века. В этой постановке смешались комедия, детектив, мелодрама. Исполнили все это прекрасный актерский семейный дуэт Татьяны Лютаева и ее дочь, известная актриса Агния Дедковските, а также полюбившийся уже зрителям дуэт профессиональный Филипп Бледный и Лиза Арзамасова. Это был последний выпуск дневников Амурской осени. Статуэтки журавлей нашли своих хозяев. Полную версию закрытия фестиваля смотрите в воскресенье 27 сентября в 18.30. А у меня все. Всем пока. Спонсор показа – салон меха и кожи Альберто Фабиани. Королевство мехкой роскоши.